Почти 50 молодых специалистов, работников крупнейших предприятий Могилевской области, приняли участие в 11-м областном конкурсе профмастерства среди рабочей молодежи. В этом году в нем приняли участие представители 13 предприятий из 9 регионов области. Престижность конкурса можно рассмотреть тем фактом, что уже за 10 лет прошло 470 участников. В 70% победителей и призеров была повышена квалификация. Могилевское областное объединение обычно ходатайствует перед нанимателем за высокие показатели, за мастерство. И наниматель идет всегда нам навстречу. Престижность конкурса – это, конечно, престиж рабочей профессии, которая сейчас где-то уже начинает утрачивать свое значение. Однако рабочие профессии были, есть и будут. И наш конкурс показывает, что молодой человек, получив лучшую квалификацию, свою категорию повысим, он может иметь перспективу не только в профессиональном мастерстве, но и, конечно, как и карьерный рост нужно рассматривать. Конкурсантам предстояло пройти два этапа – практический и теоретический. Уровень их подготовки оценивали профессионалы – руководители структурных подразделений, мастера, ведущие инженеры и главные специалисты предприятий. Площадкой для проведения испытаний стало открытое акционерное общество «Могилев-химволокно». И неспроста, ведь на предприятии-гиганте сейчас идет активный процесс омоложения кадрового состава работников. Здесь ценят людей, которые хотят и умеют работать. Ведь именно от навыков и опыта зависит качество и конкурентноспособность выпускаемой продукции. Конечно же, мы прекрасно понимаем, что здесь собрался тот молодой потенциал нашей страны, которым и в дальнейшем работать на нашу экономику. И, конечно же, очень важно, что те люди, которые выбрали эти профессии, которые в наше время, наверное, не все уделяют этому много внимания, но без них развиваться промышленности, конечно же, никак. Рабочие профессии, заявленные на конкурсе, токари, фрезеровщики, слесари, инструментальщики, электросварщики, крановщики, сегодня высоко востребованы на рынке труда. И проведение подобных состязаний помогает не только создавать авторитеты высококлассного специалиста, но и побуждает работника не останавливаться на достигнутых результатах и двигаться только вперед. Хочется очень сильно занять первое место, потому что у меня до этого уже было два вторых. А тем более, что здесь на работе будет очень приятно занять первое место. Да, я старался, ну посмотрим, что скажет жюри. Мне очень нравится моя профессия, я хочу дальше расти, поэтому, собственно, я пришел на этот конкурс. В конкурсе я таком участвую первый раз, как бы понравилось, узнала для себя что-то новое, показала себя. То есть буду стремиться к чему-то лучшему, хорошему. Спасибо всем организаторам, которые делают такие конкурсы специально для нас. Мне кажется, те люди, которые здесь участвовали, они будут идти дальше, чему-то учиться, показать себя в будущем. По итогам соревнований среди токарей лучшим по профессии стал работник завода «Могилев Трансмаш» Игорь Пимашков. Лучший фрезеровщик – Василий Деваков, «Могилев Лифтмаш». Диплом первой степени среди слесарей-инструментальщиков присужден Владимиру Самсонову, работнику «Белшины». Лучшей по профессии машинист крана стала Светлана Минич, завод «Стромашина». Лучшим электросварщиком признан Максим Шлемаков, «Могилев Химволокно». Победа в таких состязаниях – лучшая рекомендация для любого нанимателя, возможность повысить свой профессиональный уровень и продвинуться по карьерной лестнице.